здравствуйте друзья сегодня я хочу провести эфир на тему как я справляюсь если что-то идет не так этот эфир он идет как продолжение давнего моего рилса на тему того что мы были в одном из наших заброшенных домов уже на нынче это заброшенный дом раньше это была жилая деревня когда 25 лет назад мой муж купил там дом и то что нас связывал с этим домом я бы я немножко расскажу и ситуация такая что была ночь уже становилось холодно мы приехали туда ненадолго всего лишь на час было желание было 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 намерение приехать туда всего лишь на час проститься с домом забрать там вещи и поехать домой но машина сломалась на которой мы приехали причем вся ситуация осложнялась тем что машина на котором туда приехали это буханка она проехала по бездорожью в чаще буквально глубину леса потому что сейчас где стоит этот дом это уже лес и смеркается машина не работает нам до ближайшей деревне 6 километров пешком по лесу по полю сейчас секунду на ближайшей деревне 6 километров нам значит нужно как-то выбираться мы в легких куртках ни дров ни еды с собой нет мы с ребенком нас было четверо друг наш кто нас привез на буханке я наш ребенок и муж вот мы значит в чаще леса дом разрушен там остаться невозможно потому что там уже все печка обрушилась ситуация такая то есть ли спать в машине забрать нас оттуда спасти не могут потому что на ближайшей деревне где у нас есть знакомый трактора нет то то есть надо как-то выбираться понятно что можно дойти до трассы бросить машину наш друг который приехал на машине бросать машину не захотел сейчас я поставлю это предыстория поставлю заглавную вот такую вот тему да как я справляюсь с трудностями когда что-то идет не так мы хотели поехать в этот дом потому что он связан с с нами с большой любовью мы к нему относились это место она уникальна сейчас вообще в нынешней нынешней жизни трудно найти такое место где нет цивилизации она была уникальна тем что этот дом постепенно зарастал лесом здравствуй катя я рассказываю про дом дом который мы с которым мы недавно попрощались и когда что-то пошло не так что мы сделали сейчас не как я к этому отнеслась я вот покажу тот дом с которым мы ездили прощаться когда мой муж 25 лет назад купил там дом это была еще жилая деревня но это вот хронология этого дома как он жил как он выглядел в течение какого-то времени когда они купили там было только поле и несколько деревьев сейчас это лес через который просто трудно пройти не то что проехать на машине но нашему другу это удалось сделать в течение того времени пока этот дом функционировал он сохранял невероятный романтизм мой муж со своими друзьями часто приезжали туда и на охоту просто на посиделки просто перезагрузиться от цивилизации скажем так попасть в условия жизни которых сейчас очень редко найти потому что здесь там дом там были две русские печки они были рабочие там было невероятно уютно это такая древняя еще старая изба старых барская они баска как же называется купеческая из бам то деревня она была самая большая пятистенок такой с большими окнами со старинными двумя русскими печи ими большая часть которая называется повите кто знает что это такое поймет кто не знает расскажу это такая часть над домом есть дом теплая часть а над ним строится вместе с крышей такая еще большая часть вроде как большой то есть теплый дом помещается как бы внутрь большого сарая скажем так вот эта часть не отапливаемый называется повит часто там на 1 чай на первом уровне содержали животных а на втором уровне там могут быть сеновал и вот с этой повите вот видите такой был выход на пандус такое как это балкончик с которого мы часто как и здесь на фотографиях видны провожали солнце и когда мы туда уезжали последний раз когда мы там на жили с арсением это так он был на нем месяц несколько месяцев мы провели в таком месте без электричества электричества там нету соответственно топишь готовишь на печи или на костре около дома когда наступал вечер то это горящие керосинки мы читали при свете керосинок интереснейшие книги вели за них интереснейшие диалоги в общем это место которое давала нам очень многое и когда мы с мужем приняли решение уехать из города и поселиться в деревне не в этой деревне более цивилизованной потому что мы не можем жить без электричества все-таки не такие отшельники как многие нас считают из наших друзей мы еще не достигли такого уровня просветления электричество нам нужно вот и мы купили дом не в соседней деревне недалеко оттуда в принципе в этой деревне где мы сейчас живем более 30 лет назад наверное около 40 лет назад его родители купили здесь дом это была огромная деревня на тот момент здесь жило очень много народа сейчас здесь всего 15 жилых домов и из них только один жилой дом который живет круглогодично это наш это уникальный эксперимент мы никогда еще с нашим мужем с моим мужем не жили так это очень интересно хотя мы и люди путешествующие например я путешествую с 2009 года каждый год я не была в европе мне никогда мне никогда туда не тянуло мне всегда хотелось что-то аутентичное что-то знаете как бы на такие места в которых можно потеряться то есть вот ехать из европы скажем так в европу мне никогда не было интересно ну то есть я могу увидеть там дороже жизнь там богаче жизни дороже магазины эксклюзивные рестораны ну это по сути будет одно и то же поэтому я всегда привлекала жизнь которая ну если уж ехать смотреть то на что-то на то что я никогда не видела поэтому я много где была из азиатских стран и в итоге конечным пунктом скажем так моих путешествий стала Индия очень много лет там была очень много лет там жила и там же познакомилась с моим мужем это было в 2014 году такой вообще был у меня трансформационный год включая мой предсмертный опыт который также там случился в Индии и поставивший в невероятно трудном но необходимом для моей нынешней жизни откровений о том вообще как все устроено по крайней мере про мою жизнь что было причины моих страданий какая духовная сильная часть меня является душою кто я вообще на самом деле и в чем предназначение было моей жизни и потребность вернуться чтобы жить иметь шанс жить иначе и это как раз явилась причина я думаю что в того что я встретила своего мужа потому что одним из как бы ключевых откровений в моем предсмертном опыте это была точка честности что хорошо бы прийти вот к этой своей уникальности к тому чтобы честно и бесстрашно выйти жить как я хочу без ориентации на то что модно престижно что выбирая для себя как интересно и те кто мне нравится и здесь в принципе была потребна как бы это тождественно было к тому что я осознанно выбирала одиночество потому что если вы идете в разрез попытаетесь прийти к своей уникальности какое-то время нужно идти в одиночестве как бы разрешить себе этот путь потому что в принципе в данный момент вы знаете такая сейчас очень модная фраза я выбираю себя вот если вы выбираете себя то вы должны быть готовы что многие связи ваши разрушатся потому что чаще всего эти связи как раз были выстроены не потому что вы выбрали их потому что хотели а потому что так сложилось потому что чему-то вы не смогли или кому-то вы не не смогли сказать нет здесь кстати очень важно разделять семья и просто отношения потому что внутри семьи наши связи которые образуются с нашего рождения это все очень важно это все про нашу душу это все про наше предназначение там очень много связующих частей и просто так и тот муж который на тот момент вашего потребности например там быть как-то жить иначе там те условия в которых вы находитесь все имеет значение и от этого надо отталкиваться это все нужно правильно раскручивать для себя просто так разорвать связь потому что я выбираю себя нельзя это будет ошибкой но на тот момент бог сам меня поставил такие условия я была в Индии я там же в Индии рассталась со своим предыдущим мужчиной и там же оставшись совершенно одной с ограниченным количеством средств вообще с непониманием что мне делать дальше с моей жизнью и с верой что все будет хорошо потому что в предсмертном опыте было соприкосновение с богом с его живым с этой живой личностью которая есть которая есть и в нас которая нас и ведет и является любящим отцом все это так и в общем откровений было очень много я в принципе об этом запишу если будет желание можно будет об этом поговорить в прямом эфире в какой-то другой раз но вернемся как бы к откровению номер один что все бог видит меня такой какая я есть в моей честности в том зерне чтобы я не прикрывала как бы поверхностно никого я себя бы не строила бог видит меня такой какая есть и жизнь складывается вокруг меня согласно вот этой честности и в принципе это ключевое правило которое я сейчас использую в своей жизни и ключевое правило которое я использую в терапии когда удается достигнуть этого зерна честности с этого с этой точки с этого момента вообще жизни что-то можно реально менять эта честность она часто болезненная эта честность часто неприглядная с этой честностью часто не хочется встречаться но если есть смелость ее наблюдать с ней как бы контактировать и с ней начинать работать жизнь меняется просто на глазах так и случилось и со мной и дальше конечно после этого опыта было ну было доверие оно осталось что все что не будет происходить теперь будет идти согласно тому что будет мне во благо и этот принцип он в принципе как бы остался со мной по сей день так вот возвращаясь к началу истории когда мы в лесу с ребенком темнеет нет теплой одежды нет еды мы застряли машина наша не работает она встала в лесу и надо как-то выбираться и спасать машину и вообще каким-то самим образом спасаться я понимаю что все будет хорошо хотя мне сейчас дискомфортно хотя я знаю что эта ситуация сейчас которая идет не так как мне бы хотелось она мне неприятно я не хочу сейчас идти я не хочу сейчас преодолевать эти трудности но я знаю что в итоге после того как это все произойдет со мной я получу от этого события приняв его и быть и оставаясь внимательной в этом событии то есть для чего оно для какого блага оно сейчас происходит я возьму эти подарки этого события и положу и они станут дополнительными инструментами для моей жизни для моей счастливой там реализованной счастье в принципе я говорю здесь в контексте просто идти по предназначению идти по тому что полезно для моей души вот и машина вдруг заводится мы садимся все быстро в уазик еще раз говорю это бездорожье сейчас кстати я вам покажу во что превратился нынче наш дом вот опустилась крыша все там провалилось мы когда зашли вглубь просто знаете как это вот видишь умирающего человека того кто кого-то очень раньше любил это такое щемящее ощущение до слез да да слез такое щемящее ощущение где-то у меня еще было как же сделала фотографию вот она там да по сравнению с тем что я вам сейчас показывала вот этот это причем на маленький кусочек показываю вот сейчас если как бы слева бы я вам кадр показала там просто обвалилась печь обвалился дом не подлежит восстановление его невозможно восстановить вот мы забрали оттуда все что могли взять все что еще осталось живо сели в машину и машина поехала просто каким-то безумным способом там как-то нельзя было переключиться можно было ехать только на третий это лес без ну как бы там дорога вся заросшая мы несемся с какой-то безумной скоростью я понимаю что машина не управляема и нам нужно что-то вообще Алиса сидит у меня на руках в этот момент просто Алиса Аккуратно берем Артур тут пеньки пеньки аккуратно держите дороги не гоните мы едем вперед мы выберемся ой 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 у неё на её восприятии жизни, и мне этого совершенно не хочется. Одновременно с этим, в этом изменённом состоянии, стрессном состоянии, кто может сейчас себя вспомнить в стрессовом состоянии, можно проанализировать, что это изменённое время, изменённое восприятие, ты как будто расширяешься в пространстве, и в этом расширении, я не знаю, может быть, я говорю о чём-то, что вы не знаете, в общем, я чувствую, что всё будет хорошо. Та же то, что вот сейчас машина неуправляемая, всё с нами будет хорошо. Я держу это ощущение в себе и контролирую свой стресс, контролирую свою эмоцию, всё время приговариваю дочери, всё будет хорошо, мы выберемемся. Это не страшно, это гонки, это весёлый аттракцион, то есть я пытаюсь как бы её успокоить. В итоге, когда мы выезжаем из этого леса, живые, невредимые, машина там у нас вообще смята, мы решаем пойти пешком, потому что это уже становится очень опасным. Ну, для нас выглядит очень опасно вообще ехать на этой машине дальше. Водитель, наш друг, принимает решение ехать медленно на этой машине до дома, ну, а мы идём пешком до ближайшей деревни. Это уже 7 вечера, вокруг нас лес, мы идём по полю. И я понимаю, что мы сейчас идём, и от того, как много было стресса, мне хорошо идти, что я вот не хотела бы сейчас ехать, ничего, мне нужно пройтись. И, кстати, вот если вы попадаете в какую-то стрессовую ситуацию, особенно если ваши дни, ваш день был стрессовый, вам приходилось что-то решать, с кем-то где-то придерживать свои эмоции, отстаивать свои границы, возможно, было много конфликтных ситуаций, где вы себя вынуждены были сдерживать, обязательно придите домой или окажитесь в каком-то безопасном, ну, как бы изолированном от других людей месте, если есть возможность, ну, наверное, нет в городе возможности прокричать, у меня здесь он по ляму, кричу не хочу, но протанцевать, продвигаться, пробежаться, встрясти то, что сейчас вы внутренне вынуждены были сдерживать, просто необходимо, потому что или это уйдёт в психосоматику, невыраженный, вот этот стресс, да, а как это психосоматически, это подавление наших, в первую очередь, это подавление нашей энергии, то есть вот такая подавленность, разбитость, можно потом там простудное заболевание легко подхватить и так далее, и тому подобное, в зависимости, где конкретно локализовался стресс, чаще всего это как раз шея, голова, может голова разболеться, вот, поэтому массаж стряхнуть, у нас была возможность пройти, вот мы идём по лесу, холодрига, хорошо, что я взяла с собой с того дома шерстяное пальто, обсуждаем этот момент, вот, как бы выносим из этого плюс, естественно, благодарим Бога, что всё закончилось хорошо, я ещё, чтобы мы не выносили, как бы, потому что я смогла не подавить, а управлять эмоциями страха, а мой муж нет, и он ещё, когда мы ехали, как бы кричал на нашего друга, останови, что ты делаешь, чтобы с меня с машиной, он мне прям, он очень испугался, понятно, за меня, за Алису, но как родители, по большому счёту, не должны, должны максимально свои эмоции, как бы, регулировать, потому что наши эмоции, наши, если боится родитель, то ребёнок теряет полностью, всю почву под ногами, то есть для него рушится, рушится мир, да, и поэтому, что бы ни происходило, регулируйте, если вы с детьми, регулируйте свои эмоции, старайтесь над этим работать, сохраняйте мир до последнего для своих детей, безопасно, вот, и мне захотелось это тоже обсудить, хорошо, что мы говорим с моим мужем на английском языке, и у нас была возможность во время нашего пути говорить на английском, обсудить все эти моменты, я высказала своё мнение, попросила его в следующий раз постараться как-то по-другому, и не давала особенно никаких советов, потом мой муж отошёл от меня, когда он уже с дочерью спокойно обсудил, он спросил, ты боялась, и я тоже, видишь, боженька нас берёг, то есть он как-то дал и анализ, что ему тоже было страшно, но мы были вместе, и это было хорошо для нас, что мы, естественно, что хорошего, да, в таких ситуациях, безусловно, безусловно, это всегда обращение на ценность того, что самое ценное, во-первых, самое ценное, естественно, здоровье, да, семья, сплочённость, возможность через любовь помогать другим людям, если рядом что-то происходит, выкарабкиваться из стресса, не поддаваться стрессу самому. И как это сделать? Безусловно, без высшего начала здесь очень трудно, потому что высшее начало, Бог в данном случае, это как родитель, на которого вы можете всегда перенести все свои трудности, все свои слабости, всё своё вот это детское, незащищённое я, потому что почему нас что-то пугает, потому что это неизвестность, мы не знаем, ситуация как бы кажется больше, чем мы. Вот, и тоже люблю всегда этот пример, что если волна вас захватила, не надо бороться с волной, нужно ей даться, и эта волна тогда выведет вас в безопасное место. Наташенька, здравствуй, спасибо тебе за звёздочки твои. Вот, и мы идём, мы ожидаем, дальше ожидания, да, я креплюсь, я думаю, вот сейчас мы дойдём до ближайшей деревни, мы знаем, что в этой, ну, я знаю, что в этой деревне наши друзья, мы уже позвонили им, семья взрослых людей, ему около шестидесяти, ну, мы часто оставляли у них некоторые наши, некоторую нашу технику, до тех пор, пока мы раз в год всё время приезжали в этот дом, который здесь на фотографии, чтобы его подновлять, обновлять ему крышу, ну, и жить там, соответственно, хотя бы там месяц-два, ну, и вот у наших друзей оставляли там наш, там, генератор, маленький тракторочек, на который мы добирались до этого дома, по лесу, с провизией едой и водой, и мы, они очень гостеприимные, мы идём, и я думаю, ну, и проговариваем, что мы сейчас придём, и у нас там будет чай, у нас там будут конфетки, они очень гостеприимные, они всегда нас звали, что приезжайте, приезжайте, и сейчас будет вот этот комфорт, тепло, уют и уют, и мы там закажем такси, и на такси доедем до дома, и довольно длинная дорога, километра три надо было идти, мы прошли весь этот стресс, мы доходим до дома, нас никто не встречает, мы звоним, трубку не берут, мы подходим к дому, а такая обстановка, ну, ночь уже, да, фонарик, и слышно, что корову дует, и я думаю, вот Таня, Таня, зовут нашу подругу, корову дует, заглядывают там вроде как, действительно, и вдруг уходит не Таня, а Валера, я, говорит, корову даю, и уставший, знаете, вот просто человек вот, серый от усталости, и мы заходим, он говорит, вот мы такая ситуация, он говорит, ага, ага, он нас почти не слушает, и, как бы, мы подходим в хлев, ему нужно додоить корову, он ее дует, я вижу, что дочь уставшая, она очень голодная, вот, и как-то вот мы слушаем, он слушает нас в полуха, а сам дует эту корову, и я думаю, а почему он-то дует корову, что всегда этим занималась Таня, оказывается, Таня сломала шейку бедра, и сломала давно, уже там полгода, ей сделали операцию, люди живут довольно бедно, и сделали ей плохую операцию, и в этом, в этом бедре, там у нее три штифта, и она пока ежедневно испытывает страшную боль Таня, и не может уже вести половину хозяйства, большую половину хозяйства ведет на себе Валера, а Валера такой стойкий мужичок, который прошел, ну, он военный, он прошел какую-то там часть, я не помню, где он воевал, он, по-моему, десантный, я не скажу, вот, и он, значит, несет на себе все это хозяйство, и настолько Таня в плохом состоянии, что они нас даже домой не пустили, и мы сидим у них, значит, на крылечке, и мы спрашиваем там, Валера, там, отвезешь нас? Он говорит, да нет, я не могу, мне завтра в 4 утра вставать, мы звоним в такси, такси не может приехать, потому что все таксисты заняты, мы от дома, в 20 километров машина сломана, есть телефон нашего друга, кому мы позвонили, еще одному нашему другу недалеко от дома, и он за нами поехал, и, вы знаете, я вот посмотрела на эту жизнь, на этих людей, на этого, на этого Валеру, который с ведром молока, серый от усталости, я ему говорю, Валера, а вот почему, может быть, попробовать сделать еще одну операцию, а он говорит, ну-ка, а что ведь, если после 40 ничего не болит, значит, ты умер, думаю, нормально, болит и болит, они боятся, они боятся, чтобы не было хуже, да, как бы, мышление-то какое, можно думать о том, что я попробую, чтобы было лучше, а здесь мышление о том, что я боюсь, что будет хуже, потому что я не доверяю государству, я не доверяю врачам, мы люди маленькие, у нас нет дополнительных средств, чтобы, ну, как бы, да, какой там был вердикт, что, ну, может быть, кому-то делают операции, а вот у нас денег мало, поэтому сделали вот такую, и при этом, и при этом я чувствую от них такую силу, от этих людей, от этого Валера, в частности, такое смирение, какая-то, знаете, даже на уровне святости, и вот мы отошли, как бы, сели в машину, едем домой, а я вот думаю, что эта ситуация, в которой мы сегодня побывали, она обогащает, вот обогатила меня лично, тем, что, я ценю, во-первых, то, что у нас есть здесь друзья, что мы находимся в этом месте, в котором мы живем, что у нас есть наш этот дом, что у нас вот, у меня, у нас есть и семья, что рядом с нами живут вот такие люди, которые, вот такой мужчина, который не бросает свою жену, берет на себя хозяйство, выматывается, я говорю, а почему вы не отдадите корову, то есть, да, я мыслю, у меня мысли в сторону упрощения, да, зачем себе усложнять жизнь, он идет на преодоление, как бы, по-мужски, да, а зачем отдавать, это же корова, то есть, вот совершенно два разных, разных мира, и вернувшись домой, все, что во мне было, там, вот, какая-то там мне казалось, что может быть что-то так или не так, то есть, вот, это, такие ситуации, я их всегда воспринимаю, как точка, благодаря которой, я могу посмотреть на свою жизнь и тысячу раз сказать спасибо за то, что у меня есть, этот подарок, который я получила, благодаря этой истории, он очень ценный, он очень теплый, он трудно даже выразимый, но я знаю, что это семечко, которое Господь хотел посвятить, этой ситуации, оно сидит, и постепенно будет прорастать, еще раз хочу показать фотографии нашего, ныне усопшего дома, в одной из глухих деревней Костромской области, чудное место, которое давало разные виды откровений, и одно из которых я унесла сейчас с собой, благодаря последней нашей истории, я знаю, что это зернышко, оно еще, да, прорастет, и даст еще свои плоды, так вот, и таких историй, и таких ситуаций, в моей жизни было очень много. Самое главное, на мой взгляд, во всех этих вещах, доверять и знать, что все, что с нами происходит, происходит во имя какого-то блага. благодаря этой ситуации мы придем даже быстрее к каким-то результатам, которые мы себе наметили, или они помогут нам отказаться от чего-то, что было лишним. Например, в данном случае отказаться от, почистить внутреннее око зрения на свою жизнь, увидеть богатства, которые есть, нематериальные богатства, да, на чем эта жизнь основывается. И, соответственно, наше принятие, наше благодарное принятие жизни дает возможность ее созидать, потому что наше запыленное внутреннее око, соответственно, не дает нам возможности и проявляться в этом мире, созидать то, чем мы обладаем. Мы начинаем наше же богатство расфукивать, разрушать, и, соответственно, это разрушение приводит нас к тем или иным деструктивным последствиям. Вот такой был эфир. Я надеюсь, что-то из моего рассказа, из сегодняшнего эфира было вам полезно. Обнимаю вас, и до новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok